Приветствую вас, и вы знаете, основная проблема, которая мне видится здесь, это чувство вины. И чувство вины, это навязанное вашей мамой. И чувство вины, это всегда социальное средство, регулирование отношений между людьми. То есть вам прививалось чувство вины специально для того, чтобы вы свою маму не оставили. Чтобы вы были с ней, чтобы вы помогали ей, в ущерб себе. И самое опасное в этой ситуации то, что ваша мама, она в целом, с моральной точки зрения, с этической точки зрения, права, ребенок действительно должен помогать своему родителю, но без ущерба себе. Это нужно понимать. А что хочет ваша мама? Она хочет, чтобы вы всю свою жизнь жили с ней. По сути дела. Не имели своей личной жизни, не имели своей семьи. Правильно? Она боится, что останется без вас. А на отца она проситься, видимо, не может. Кстати говоря, почему и какие у них отношения с отцом и какие отношения у вас с отцом, тоже очень важный вопрос. Для понимания этой ситуации в связи в целом. И получается так, что ваша мама, она, видимо, только своей выгодой. Получается так, что ваша мама думает только о себе и получается, что ваша мама не рассматривает вас вообще как человека, как ребенка, которому желаешь счастье, которому хочешь чего-то хорошего и так далее. Ваша мама готова, по сути дела, принести вам, принести вас в жертву ради своих интересов. И вопрос заключается в том, хотите ли вы этого сам для себя. Вопрос заключается в том, осознаете ли вы, что ваша мама действует в своих интересах для себя, а не для вас, для себя. И чем быстрее вы поймете, что чувство вины, это, по сути дела, переложение ответственности себя на другого человека, а испытывание вами чувства вины, это, опять же, взятие ответственности на себя за другого человека, но тем самым игнорирование или ущерб ответственности своей, собственной за свою жизнь. И вот это, то, что вы, беря на себя ответственность за свою маму, неминуемо вредите своей собственной ответственности своей жизни, а мы плохого. Видите ли, то, что мама не хочет идти к врачу, это ее проблема. Видите ли, то, что ваша мама не желает лечиться и тем самым хочет сохранить свою нуждаемость в вас, это тоже ее проблема. Это ее проблема, но не ваша проблема. И поэтому, потому что это не ваша проблема, и нужно вам действовать таким образом, чтобы, по сути дела, провести четкую грань между ответственностью мамы, которая является взрослым, неиспособным человеком, и ответственностью своей, ведь вы тоже являетесь взрослым и тоже являетесь неиспособным человеком. И не поддаваться на эгоизм вашей мамы. Нужно найти причины этого эгоизма, возможно, страх. Нужно, может быть, занять чем-то вашу маму, может быть, помочь ей наладить отношения со своим мужем, с вашим отцом и так далее. Но в любом случае нужно понимать, что то, что на вас обижается ваша мама, это ее средство, ее рычаг, управление вам. И основной вопрос, который я вам хочу задать, это то, почему вы позволяете этим рычагом пользоваться. Ну, конечно, предположим, вы готовы своей маме помогать, но вы же не должны этого делать в ущерб себе, вы же не рад. А какая любящая мама позволит своему ребенку действовать в ущерб себе? Тоже вопрос. Поэтому тут вот нужно исходить именно из этого. То есть, если родитель своего ребенка любит, он никогда не позволит ему себе вредить. А если ваша мама позволяет вам себе вредить, то тогда она вас любит. А если она вас не любит, то стоит ли тогда о ней думать? Стоит ли тогда о ней заботиться вы все о себе? Вот, постарайтесь на эти вопросы обстречить и над ответами, как следует подумать. Люди чили, любое общество всегда занимается чувством вины. Чувство вины – это основное средство управления, я уже сказал. Но нужно понимать, что чувство вины – оно деструктивно. Если вы ошиблись, если вы сделали что-то плохое, попробуйте исправить. Настолько, насколько это возможно. Но вся человеческая жизнь – это ошибки. И нельзя жить без ошибок. А чувство вины разрушает. И заставляет думать, что человек – это не имеющее права на собственную жизнь существо. Так вот, кроме того, что за свои ошибки ответственность вы несете только в том, что вы можете их править. Нужно сказать, что чувство вины используется для того, чтобы чужие ошибки перевисеть на другого человека. Чтобы чужую ответственность повисеть на другого человека. И вот это нужно четко понимать. Помощь – это одно. Но помогать нужно тому, кто хочет что-то делать. Потому что ваша мама не хочет ничего делать. Она не хочет лечиться. Она не хочет как-то еще действовать. Понимаете? Поэтому я думаю, что вам это все нужно осознать. И сказать своей маме, что я буду побогачивать тебе. Но и свою жизнь я хочу устраивать. Хочу семью, хочу все нормальные отношения, хочу быть сама себе хозяйкой и так далее. Но тебе я помогать буду. И это будет принято вашей маме негативно. Но когда она увидит, что вы смирились, не прошу прощения, когда она увидит, что вы твердо стоите на этой позиции, она смирится. Ибо у нее не будет другого выбора. Но я понимаю, что родители всегда почти используют такое средство, средство неодобрения того, что делает их ребенок, для того, чтобы проверить уверенность в позиции этого ребенка. И если вы начинаете своей маме что-то доказывать, мама понимает, что вы не уверены в себе и начинает действовать. Если же вы ничего доказывать не будете, а просто будете действовать, как вы считаете нужным, и ставить свою маму перед фактом, и не только свою маму, а других людей тоже, то и людям ничего не останется, кроме как смириться с тем, что вы делаете, и либо принять это, а мама примет, если любит вас, либо не принять, если она вас не любит. Вот и все. И как вы понимаете, эти варианты взаимно друг друга исключают. То есть если ваша мама принимает вас, значит она вас любит, значит вы ей будете помогать. Если она не принимает, значит она вас не любит, и тогда уже дочитать вам, что делать с человеком, который вас не любит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если он делает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!